21 мая исполнилось ровно три года с момента избрания Владимира Зеленского на пост президента Украины. В связи с этим он, вместе со своей женой, дал обширное интервью представителям украинских СМИ. Интервью получилось большим, поэтому озвучим основные темы из интервью. О ценностях и политике. Президент подметил, что даже на фоне войны он не сошел с курса и его ценности не поменялись. Украина знает свое место среди других стран и упорно идет к признанию себя равной. Он заявил, что вместе с армией и народом продолжает добиваться намеченных целей. «Я уверен, что будет победа. Здесь нет альтернатив. Даже по ЕС мы используем разные курсы, а с Россией и войной один курс и один путь», — подчеркнул Зеленский. О вторжении через Беларусь. Зеленский заявил, что никто до конца не понимал, что именно ожидать от соседней Беларуси. Да, подготовка велась и были предприняты очень наглые шаги со стороны режима Лукашенко, чтобы надавить на Украину и страны Запада. Президент подметил важность деталей в ситуации с Беларусью. Одно дело точно знать, что белорусские войска пойдут нападать на Украину. Совсем другое — видеть использование страны как плацдарма для запуска ракет. Кто-то скажет, мол, разница небольшая, но тут две совсем разные ситуации. В первом варианте ты уже воюешь с двумя странами. Во втором — с российскими силами, только с другой стороны. Но, по словам Зеленского, прорабатывались различные сценарии и информации было достаточно, чтобы подготовиться к любому развитию ситуации. А встреча с Путиным. Глава Украины повторил ранее озвученный тезис. В зависимости от момента встречи цель меняется. На данный момент нужно остановить войну, решить экономические проблемы и другие первостепенные задачи. Президент подметил, что цели уже намечены, желания также присутствуют. Нужно вернуть свои территории и покончить с бессмысленной войной. Но цели могут измениться, пока президент РФ решится на прямые переговоры, что, по словам Зеленского, точно когда-то произойдет. О победе и Донбассе. Никто ничего не отдает. Дойти до рубежа до 24 февраля без лишних потерь – это победа. Мы сломали хребет одной из величайших армий мира. Они не оправятся в ближайшие годы. Не будем забывать, что наши военные тоже хотят жить. Мне важно понимать ценность каждого шага. Достижение этой временной разделительной линии – это победа. Это говорит о том, что они нас не взяли. А потом продолжаем реализовывать вторую часть. «Я хочу, чтобы у РФ было достаточно ума, чтобы обсудить вторую часть за столом переговоров», – заключил президент Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова